О! Сделано в Рэдбарн. Это подкаст «Омерзительная мифология», где мы достаем из мифов то, о чем вы не прочитаете в своих энциклопедиях. Меня зовут Любовь Леднева. Будет мерзко. Святейшая смерть Обращаюсь к Тебе всем сердцем, как к бессмертному Богу, властвующему над смертными. Смилуйся и будь моей хранительницей. Дай мне то, о чем прошу. До самого последнего дня, часа и момента, когда Его Божественное Величие прикажет мне предстать перед Ним. Молитва Дня Мертвых Так-то сезон мы, конечно, завершили. Но кое-что я вам обещала. И вот оно наступило. Всем привет еще раз. Добро пожаловать обратно в этот потрясающий подкаст. Сегодня у нас необычный выпуск. Он у нас тематический. И так как-то уже, видимо, зарождается тенденция, традиция. Не знаю, как это правильно назвать. В прошлом году у нас тоже был спецвыпуск, и он как раз-таки выпадал на период новогодних праздников. И мы его посвятили как раз-таки тому, как отмечают Новый Год в самых разных странах, культурах и вообще откуда он взялся, где он появился, какие есть традиции. Ну, почему бы и не продолжить? Почему бы и дальше не говорить про праздники, тем более у нас, ну, в целом на носу один очень важный и мультикультурный присутствует. Каждый год, когда наступает 1 октября, весь мир погружается в эстетику чего? Конечно, конечно, оранжевого цвета, тыкв, скелетов, всякой мистики, всякой мрачности, всякого мракобесия, потому что 31 октября, да, христианская, католическая часть населения отмечает Хэллоуин. И именно, скажем так, про этот праздник и его подобия, аналоги его братьев мы сегодня будем говорить. Чтобы к самому дню вы уже точно знали, что вы будете отмечать и почему. Может быть, вы откажетесь вообще от Хэллоуина и выберете сегодня для себя что-то другое. Вариантов будет много, честно. Я прям такую подборочку сделала, ну, очень эксцентричную, давайте так назовем это. Итак, прежде чем говорить про Хэллоуин, мы должны копнуть немножко в историю, понять, откуда растут ноги у этого праздника. Несмотря на то, что это католический праздник, это, да, День всех святых, мы потом разберемся, что вообще значит это слово и как в католицизме это все происходит, что там за традиция. Но сейчас мы прям уйдем в историю. История этого праздника находится в... Кто-то постоянно говорит вот в Ирландии или, да, пытается очень сократить, скажем так, территорию этой истории, этих корней. Говорит, это Ирландия, это Англия, ну, типа максимум там какая-нибудь Франция. Но нет, на самом деле территория намного шире. Корни находятся у кельтов. Когда-нибудь мы дойдем конкретно до сезона, посвященного кельтской мифологии. Не знаю, когда это произойдет, ничего не обещаю. Ну, вернее, обещаю, что это однажды случится. Когда? Не знаю. Ну, вот там мы будем как раз-таки подробнее говорить о том, кто такие кельты и насколько вообще велико их влияние, как было их много. Спойлер, они даже были на Руси. Вот настолько. Кельты собой занимали практически всю Западную Европу, практически. Более того, они были, да, где-то немножко даже вот в Южной Азии. Они были и в Восточной Европе в некотором смысле. Короче, там территория огромная. И когда кто-то, да, пишет, что это только Ирландия, Англия и немножко Франция, ну, это прям неправильно. Это абсолютно неверно. Да, это говорить равносильно, что славяне жили, да, вот Древняя Русь была только там в Новгороде и в Киеве. Все, больше нигде славян не было. Они были везде точно так же, да. Это огромные территории, это очень много разных племен, которые просто вот разбросало по земле широкой, земле большой. То же самое было с кельтами. Было много племен. Численность этих племен тоже огромная. Там одно из племен могло легко доходить до 80 тысяч человек. Ну, представляете, какой это объем населения. И, соответственно, и распространение их традиций и праздников, оно тоже было повсеместное. Поэтому о корнях Хэллоуина, о Самайне, мы можем говорить смело, как о общеевропейском таком вот ритуале, общеевропейской традиции. Итак, Самайн. Что это такое и как оно превратилось в Хэллоуин? Нетрудно догадаться, что Самайн отмечался 31-го примерно октября. Ну, это был вот такой самый яркий переходный момент с 31-го октября на 1-е ноября. Вообще, 1-е ноября самым является кануном и официальным днем Самайна. Но сами кельты отмечали этот период, это даже не праздник был, а период года, целую неделю. Были празднества до, были празднества после. Это еще где-то связывалось с лунными циклами, то есть дата могла немножко двигаться. Но, тем не менее, это связывается с сбором последнего урожая и переходом в темное и холодное время года. У кельтов в целом раньше их было всего два. Это лето и это зима. Никакой осени, никакой весны они не знали. Есть светлое и теплое время года, есть темное и холодное. И вот эти моменты перехода от одного к другому и кануны, серединки, скажем так, времен года, они считались самыми яркими священными. И это был период безвременья. То есть это портал, скажем так, такой. Вот Самайн – это портал. Это самый опасный портал, который только может быть. Потому что это переход в темную, опять-таки, половину года. Это момент, когда у нас культивируется мотив смерти, увядания и завершения каких-то процессов вещей. Просто потому, что у нас завершился сбор урожая. Все, природа свое отработала, она идет в отпуск. И вот этот отпуск, переход в этот отпуск, он как будто бы такой немножко не то чтобы трагичный, но опасненький. Потому что фиг его знает, что в этот момент произойдет. Учитывая, что у нас Самайн, как и любые праздники Колеса Года кельтских, было четыре. У кельтов четыре. Потом уже появились дополнительные в позднее время. Все эти праздники – это границы времени. По сути, все точки пересекаются в одной. Какие-то мультивселенные, если можно даже так выразиться. Это безвременье, это слияние миров. И из-за этого слияния в этой точке появляются, скажем так, те самые порталы, как я уже сказала, через которые могут в наш мир нагрянуть потусторонние какие-то гости, души умерших, разные фейри. Все-таки фейри – это именно кельтская мифология. Какие-нибудь, не знаю, феи прибегут, пикси к вам, и начнут творить дичь. Особенно если у вас какие-то есть дети маленькие, то подменыши прибегут и все. И позабирают, короче, у вас ваших детей и оставят вам подменыши. И будете вырастить эльфийских и фейских, в общем, фейри будете растить. Очень люблю эту историю, но опять же мы до нее дойдем в специальном сезоне, но не в специальном выпуске. Итак, соответственно, время опасное, время непонятное. И время, когда ты вообще не знаешь, что может произойти. Нужно было задабривать всех мертвых, особенно тех, кто умер в течение как раз-таки последнего года. Было такое поверье, что верховный бог, скажем так, бог мертвых или бог солнца, и тот, и другой мог выступать в этой роли. Мы потом будем разбираться, кто эти боги, чем они занимались. Но вот пока что просто условно будем говорить. Короче, бог забирает все эти души, которые собирались, скажем так, в очередь, в толпу в течение всего года. И вот Носомайн, он спускается к ним, приходит из другого мира, это просто другой мир в кельтской мифологии, и забирает их. Но они могли в это время бесчинствовать, они могли обидеться на тебя, они могли припомнить тебе какую-нибудь пакость или гадость. Но при жизни ты что-то им сказал не то. Или вот уже после их смерти ты как-то подумал о них не так, ну так, как им не понравилось. Или ты неправильно их поминал. Или какие-то традиции не соблюдал. И вот могли к тебе заявиться, просто гадость какую-то, пакость совершить и уйти. И, по сути, ты не мог никак от этого защититься. Ну, вернее, мог. И это пытались сделать. Именно тем самым, да, что вот приносили какие-то дары в жертву, выставляли за вот дверь на порог дома, чтобы никто не заходил в дом, а отвлекшись на вот эти подношения, да, мертвые подобрели, улыбнулись. Ну, понятно, да, голодный, ты злой. Ты покушал, ты подобрел. Вот, в принципе, логика и тогда была примерно такой же. Когда тогда? Это у нас седьмой, ну, шестой-седьмой век где-то уже нашей эры. Уже активно идет экспансия, да, христианская. И с приходом христианства, конечно, появились небольшие проблемы, потому что католикам не понравилась эта традиция. То есть там были какие-то пиры, были гадания, были, иногда зажигали, да, какие-то огромные ритуальные костры. Вот эта традиция, о которой все говорят, что нужно нарядиться какой-то нечистью для того, чтобы отпугивать, да, демонов и, опять же, вот потусторонних каких-то созданий, она ложная. Это уже чисто христианская традиция, появилась она с приходом вот этих товарищей. У кельтов этого не было. Ну, то есть демонами никто не наряжался. Это было как раз-таки не очень хорошо и опасно. Наряжались дикими животными. Наряжались, да, какими-нибудь, ну, надевали, вернее, их шкуры там на себя, разрисовывали лица, но не демонами, а животными. Просто для того, чтобы как раз-таки эти духи с животным тебя испутали. Не подумали, что ты тот самый племянник, который, там, не знаю, тетушку свою не взлюбил и не захотел на ней жениться или, там, на ее дочери, да, на своей двоюродной сестре. Типа, как это так? Вот, такое было. Но маскарадов, прям вот парадов нечисти, да, баллы сатаны тогда точно быть не могло. Это просто противоречит какой-то традиции. Это было время почитания своих предков. Это было время, опять же, почитания того, да, какой был урожай в этом году. Время, когда все собирались вместе, разговаривали, просто делились какими-то историями. И могли и добрых духов тоже как-то вот притягивать, чтобы что-то им сказать, да, чтобы произошел вот этот контакт с тем, кого ты давно потерял. Но очень хотел бы что-нибудь, например, ему сказать. Из интересных традиций, которые вроде использовались, и можно, да, о них поговорить. И, наверное, они могли смутить, кстати, тех самых христиан, которые в VII веке потом туда пришли. Первое – это запрет на выход за пределы стен города, на поселение. То есть если ты вышел за околицу, то ты как бы остался вот за пределами, ты попал вот в это как раз-таки безвремени, вне пространстве и потерялся. И, по сути, да, вот эти ворота, они были какой-то оградой от других миров. А если ты за эту ограду вышел, то ты в этих мирах других потерялся. А миров у, опять же, да, кельтской мифологии было несколько. Не просто там один, да, живых, а другой мертвых. Нет, прям реально несколько. Вторая интересная традиция – это выбор, скажем так, короля. Еще одна любопытная, но неподтвержденная традиция, хотя она омерзительная вот для нас, это самое то, поэтому я должна была об этом рассказать. И мы же ждем, да, что вот где-то вот эти вот все язычники жуткие должны кого-то прирезать. Ну, так вот, были свидетельства, вроде бы как, в разных всяких сагах о жертвоприношениях, более того, человеческих. Другой момент – саги уже в основном записывались католическими монахами. Как бы, типа, есть вероятность, что что-то там будет не совсем чисто и не так, чтобы прям очень точно. Но что происходило? Было принято вот в темное время выбирать короля года. И по истечению его царствия, да, на Насамайн, то есть он правился один год, его приносили в жертву. Вот как бы, то есть если ты правитель, то ты должен максимум, да, за этот год себя отдать, отдать свою жизнь, посвятить себя, скажем так, своему поселению, своим людям, а потом расстаться с этой жизнью, потому что ты все, что мог, ты сделал. И там тебя уже дальше будут, да, скажем так, взвешивать, насколько хорошо это было сделано. Потом это все, конечно, заменяется сначала животными, потом вроде бы вообще едой. Но нужно еще понимать, что, опять же, да, кроме вот монахов, никто о супер каких-то жестких жертвоприношениях не пишет. Ну, то есть, да, разумеется, Цезарь там нагоняет ужаса в Гальской войне, в записках о Гальской войне. Разумеется, монахи тоже будут описывать их как жестоких варваров, просто потому что им нужно показать, что они пришли и спасли их. Насколько все это совпадало с реальностью, судить крайне сложно. Искусство кельтов не записывалось, оно, это было просто запрещено записывать, традиция была устная, точно так же, как у скандинавов, вот с скальдами. В VII веке кельты сталкиваются с активной экспансией католичества. И, соответственно, для того, чтобы как-то вот примирить две культуры, две веры, да, и по традиции уже состоявшейся, устоявшейся христианской, как бы ассимилировать разные традиции, мы уже знаем, да, что в целом, ну, да, христианство занималось такой практикой, вот, соединение двух праздников для того, чтобы показать, да, местному населению, мол, смотрите, мы же отмечаем то же самое, у нас тоже такой праздник есть, мы одинаковые, поэтому вам тоже можно верить в Иисуса Христа, и нужно, это же все одно и то же. Так вот, что было, что они сделали? У них был праздник, Вечер Всех Святых, он, в принципе, существовал. Изначально, правда, его праздновали 13 мая, и преимущественно он относился к мученикам, то есть тем, кто, да, в какой-то вот очень жестокой пал смертью, еще и, скорее всего, за свою веру, потому что мученикам, ну, не станешь просто тяжело умереть, там есть нюансы, нужно кое-что еще, скажем так, сделать. Потом эта дата была перенесена на 1 ноября. Почему? Потому что во время этой даты, примерно вот там, там вокруг нее, произошло важное, скажем так, событие для христианской, вот такой, да, католической веры, и тогдашний Папа Римский провел, скажем так, освящение капеллы в Всех Святых в Соборе Святого Петра. И как раз-таки это состоялось вот 1 ноября. И перенесли на эту дату День Всех Святых. И уже это вроде бы как стало, да, ну, не только про мучеников. Отличное совпадение! Смотрите, как хорошо все ложится, да, в это же время празднуется майн. Более того, 2 ноября в католицизме стали еще и отмечать День Всех Усопших Верных, да, то есть таких хороших, и поминают там не святых, которые, да, мученики, а просто близких. То есть уже вот граница начинает размываться. И уже это как бы и про святых мучеников, и про обычных, просто умерших, да, людей, просто День Поминовения Мертвых. И мы подбираемся к тому самому, мы подбираемся к той традиции, которая существует до сих пор. Теперь немножко такая языковая будет игра. Лингвистику призываем в наш подкаст, и теперь он образовательный во всех смыслах. Почему Хэллоуин? Многие думают почему-то, что это связано со словом hell. Ад. Это не так. Абсолютно не так. Вообще, во-первых, это даже пишется по-другому. Hell, как ад, пишется через е, русскую, как бы, да, а Хэллоуин пишется через а, русскую. Другое слово, другой корень, другое значение. А какое значение? По предшествии времени название этого праздника, да, превратилось в вечер всех святых, не просто в день, и, да, называлось All Hallows Evening. Потом мы сокращаем до, скажем так, кануна, Дня Всех Святых, потому что, да, как бы у нас, вот, 1 ноября день всех святых именно мучеников, соответственно, 31 октября – это канун, да, вот, накануне этого дня. И это уже звучит как All Hallows Even или All Hallows Eve, а потом мы сокращаем еще больше и получаем Хэллоуин. All Hallows Evening, All Hallows Eve, Хэллоуин. Вот такие ленивые вот эти вот англичане, да, носители английского языка, что сократили просто, максимально сократили целую фразу до какого-то слова. Но вот так оно и произошло, вот так оно и пошло. Разумеется, традиция приживалась не сразу, разумеется, там было очень много притирок, очень много недопонимания, очень много гонений. Многие ирландцы, именно вот в Ирландии, потому что он довольно такой своенравный народ, многие просто бежали, многие покинули территорию своих земель, потому что им это не нравилось. Короче, много было жестокости, не будем этого скрывать. И постепенно-постепенно оно все как-то прижилось. А откуда появилась традиция вырезать из тыквы череп и вот туда ставить свечку и делать из этого фонарь? Кто такой Джек? Давайте разбираться. Вообще-то изначально этой традиции не было. Ну, просто зажигали фонари и ставили их на улицы для того, чтобы либо отпугнуть, либо, наоборот, указать путь вот этим вот всем духам, вот этим мертвым, куда им идти. Ну, как бы вот в том направлении, пожалуйста, не задерживаемся, проходим, не толпитесь, женщина, не задерживаемся, передавайте за проезд и проходите в салон, пожалуйста, быстрее. Вот примерно в таком формате. Мифология — это не только пыльное прошлое. Ее влияние заметно во всем, что нас окружает. В кино и театре, в дизайне и моде, в комиксах и, конечно же, в книгах. Копнуть глубже и погрузиться в увлекательный мир мифологии разных народов можно вместе с серией книг «Мифы. От и до» издательства «Миф». Это увлекательный анализ преданий разных стран и культур — Древней Греции, Японии, Ирландии, Китая, Индии, а также отдельных регионов нашей страны, например, Дальнего Востока и Поволжья. И взрослые, и детские книги серии издательство «Миф» создает вместе с российскими и региональными учеными, с любовью к истории и историям, из которых состоит наш мир. Специально для слушателей подкаста «Омерзительная мифология» издательство «Миф» проводит розыгрыш трех любых книг из серии «Мифы. От и до». «Одна книга в одни руки». Чтобы узнать подробности и условия конкурса, скорее переходи по ссылкам в описании выпуска. Розыгрыш книг проходит в телеграм-канале RedBarn и нашей группе ВКонтакте. Потом, вроде бы как, начали украшать, да, и еду, потому что, опять же, это все-таки сельскохозяйственный период. Это праздник сельского хозяйства, сбора урожая, последнего урожая. Какой урожай в то время собирался, да, что было вот в изобилии в этот момент? В изобилии у нас была репа, а не тыква. Но тыквы там вообще еще нет. Ее в Европе не завезли. Не завезли еще ее туда. Это из Америки она туда приплывет, только попадет. Ну, она там в очень малых количествах и на очень ограниченной территории. А вот репа и брюква, это да, вот из них иногда делали какие-то украшения, но как будто бы сильно позже. Прям сильно позже. Потому что прям традиция активного Хэллоуина, она у нас отображается где-то уже прям, ну, в таком ярком Средневековье, немножко даже уже, ну, не то чтобы позднем. Ну, короче, это где-то вот 12-й, 13-й, 14-й век. Где-то так мы замечаем, что появляются вот эти тыквы, появляются какие-то переодевания, появляются маскарады. Да, то есть, ну, появление новых традиций. Тыквы вообще, да, вернее, даже не тыквы появляются, короче, вот эти вот овощи превращаются в фонари. Тыква родилась в Америке, когда туда переселились ирландцы. Их там притесняли-притесняли, и они в 17-м веке рванули на поиски лучшей жизни. И там обосновались, и, соответственно, привезли за собой в свой Самайн и Хэллоуин. Правда, тем пуританам не очень нравилась эта традиция, и тоже было все очень тяжело. Репа росла там не так хорошо, а вот тыквы было дофига, поэтому стали брать тыкву. Но традиция вырезать именно из тыквы и называть ее Джеком исключительно христианская, потому что это история про, ну, товарища, который поспорил с дьяволом. Дьявол у нас, извините, но все-таки присутствует исключительно, вот прям как дьявол, в христианской мифологии. Что случилось? Был такой некий Джек. То ли кузнец, то ли жнец, то ли жрец, то ли надуде и грец. Короче, вот такой. Очень пронырливый, очень лживый и нечестивый товарищ. Ну, прям совсем так себе. Мало было у него шансов попасть в рай, откровенно говоря. Однажды он забухал с дьяволом. И они сидят, такие выпивают, все классно, дьявол такой на него смотрит, думает, ну, все, мой. Сто процентов мой. И получается так, что им нужно расплатиться. У кузнеца, у Джека не было денег. И он такой говорит, дьявол, слушай, превратись в монетку. Мы тобой расплатимся. И типа все. И норм. И пойдем. Дьявол такой, да не вопрос вообще. Как два пальца об асфальт. Он превращается в монетку, Джек не расплачивается, забирает монетку с собой, кладет ее в карман, а там лежит крестик. И дьявол заперт в ловушку. Дьявол начинает его умолять. Говорит, эй, вы там наверху, ты че, мышь, слышь? Ты че там вообще фонарил? Ты берега попутал? Алло, перестань. Вот эти вот приколы свои оставь, пожалуйста. Пранк вышел из-под контроля. Но выйдет он из-под контроля окончательно, только в самом-самом конце этой истории. Джек начинает торговаться. Говорит, а что ты мне за это дашь? Вот я тебя выпущу, и что? Он говорит, я тебя в ближайшие 10 лет точно трогать не буду. Типа ты свободен от смерти, и я тебя к себе не заберу. Джек такой, окей, хорошо. Проходит время, они опять где-то пересекаются, и было, короче, какое-то дерево, на которое Джек предложил дьяволу залезть. Говорит, а ты сможешь на дерево залезть? Короче, дьявол еще тоже представляется каким-то таким не очень сообразительным, но учитывая, что это такая христианская байка, неудивительно. Это еще и про то, что дьявола можно перехитрить, дьявола можно обмануть, и можно от него легко избавиться, если ты используешь какие-то символы церкви, символы веры. Стоило дьяволу залезть на дерево, как уже придуманным, продуманным, проверенным способом, Джек рисует на дереве кресло, дьявол застревает на этом дереве. Опять начинаются торги, дьявол опять там что-то ворчит, говорит, так, вот это ты уже все, ты переступил черту, и тебе хана. Хана, конечно, наступила. Наступила хана, когда Джек умирает, и как бы в рай дорога ему закрыта. Во-первых, он тусовался с дьяволом дважды. Ну, так себе, знаете, заявочка на победу. И фишка в чем? Дьявол пообещал Джеку не брать его к себе. И он еще и дал ему обещание никогда этого не делать. Он говорит, я тебя, ну все, ты в ад не попадешь. Когда там с дерева спускался. Говорит, да, клянусь, ты в ад не попадешь. А что делать? В ад не пускают. В рай нельзя. Джек застревает в чистилище. Это место прескверное. Там просто вот прозябаешь, просто прозябаешь. И фишка еще и в том, что у него ничего не было. Он ничего не видел. Это какая-то темнота. Это, ну, прям такое существование бренное. У него был единственный уголек, да, он все-таки у нас кузнец. Остался один уголечек, которым он освещал себе путь. И, собственно, его так и прозвали, да, как бы фонарщик Джек. Джек-фонарь. Он взял тыкву, вроде бы как, по одной версии, положил туда уголечек, собственно. Ну, короче, вот такая история. И соединилось это все еще и в итоге, да, потом с головой. Ну, то есть в тыкву положил, вырезал там вот эти вот отверстия, и это стало как бы головой. И назвали ее Джеком. Вот. Чисто христианское, навязанное в итоге всем. Не все, правда, понимают, да, откуда идет эта традиция. Сейчас-то вообще какой-то культ просто безумный, бешеный, да, соревнования в этом искусстве, вырезания из тыквы, соревнования в том, кто больше тыквы вообще вырастет, какие-то прям выставки, фестивали тыквенные, тыквенный спас, как это вообще сейчас, да, уже называется. Я не буду вам рассказывать о том, как отмечается Хэллоуин. Я думаю, об этом все точно знают. Ну, прям, ну, на сто процентов. Уж вот об этом мы наслышаны. Это нам везде уже показали. Да, и переодевание вот в эту нечисть самую разную. Причем, ну, сейчас уже переодевание вообще во всех, да. Ты можешь быть даже, не знаю, нарядиться каким-то человеком, да, исторической личностью. Просто вот тебе нужно придумать себе костюм, встать на одну ночь кем-то другим. Такая вот интересная традиция. Мне кажется, очень яркий праздник. Единственное, да, нужно помнить, для чего мы все это делаем. Мы как бы отпугиваем зло. И это, на самом деле, для меня всегда самое смешное и забавное, когда верующие христиане, не до конца, наверное, понимающие смысл этого праздника, говорят, что это какая-то бесовщина, что это вот все от дьявола, что это дьявольский праздник, хотя наоборот, прям совсем наоборот. Это праздник защиты от темных сил. Ну да ладно. Бывает. Всякое бывает. Теперь, когда мы разобрались с Хэллоуином, я вам расскажу еще о других праздниках, которые тоже отмечаются в октябре и безумно похожи на эту традицию. Похожи на Самайн, похожи на этот мотив почитания мертвых, контакта с мертвыми. И вот попытку как-то где-то защититься, где-то себя уберечь, а где-то, может быть, и выторговать себе светлое будущее. Неожиданным образом мы перемещаемся в Китай. Вот в китайской, да, такой, скажем так, истории, в мифологии, но, наверное, даже не то, что китайская, это прям азиатская история, потому что много где этот праздник отмечается. Это больше история буддистская, и не только, там прям происходит это все на стыке трех разных верований. Короче, это День Голодных Духов. И это не просто день, это фестиваль Голодных Духов, потому что это тоже такое вот растянутое во времени действие, буйство, растянутый период. Примерно иногда это совпадает с Хэллоуином, иногда не совпадает. Проходит в основном в августе. В этом году он был с 16 августа по 2 сентября. В этом это 2024, если что. Ну, мало ли, когда вы слушаете этот выпуск. Может быть, через лет пять. Передаю привет из прошлого. И, собственно, да, вот как это все высчитывается. Почему в этом году, я так говорю? Потому что это все отмечается в полнолуние 7 месяца. Как мы высчитываем дату этого праздника? Учитывая, что Китай живет, ну, и, да, очень много, и многие проценты, скажем так, азиатских стран и людей. Ну, зависит, опять же, да, от вероисповедания. Короче, живут по лунному календарю. Именно по нему мы тоже будем считать. Отмечается фестиваль, да, праздник День Голодных Духов в полнолуние 7 месяца. Вот так вот. В это время открываются ворота в мир духов. То же самое, абсолютно тот же мотив. Беспокойные призраки, какие-то неугомонные, могут вернуться к живым. Они лишены покоя, они хотят тебе напакостить, они хотят что-то сделать, что-то украсть, затащить тебя куда-нибудь в подворотню, что-то с тобой эдакое сделать. И они принимают участие в празднике. Почему? В чем вообще фишка? Фишка в том, что по буддийской мифологии духи, голодные духи, существуют в мире претов. Преты – это голодные духи. И, собственно, это все связано с тем, что духи не могут поесть. Это еще и, знаете, духи такие не самые праведные. Чем-то они все равно провинились. И вот они там живут. У них изображается просто шея толщиной с иглу или игольное там вот это ушко. При этом огромное какое-то чрево, ну, живот очень большой. То есть невозможно его насытить, потому что ты не можешь даже ничего съесть. Там была легенда, что один юноша пытался накормить свою мать рисом. Он принес ей вот к вратам этого мира претов рис, а он превратился просто в уголь. Он сгорел. И ему там то ли Будда, да, короче, какой-то вот из богов ему говорит, не-не-не-не, так не получится. Ты не можешь ее накормить? А она просто изнывала от голода. И он ему говорит, мол, ты должен совершить подношения монахам. А они уже знают, что делать с этой едой и как передать ее твоей матери. Ну, то есть вот так напрямую нельзя. И оттуда вот пошла эта традиция, что духов нужно кормить. И нужно это делать, да, вот раз в год. Совершать все эти какие-то богатейшие подношения, отдавать все, что у тебя есть, для того, чтобы весь год духи себя чувствовали спокойно, чтобы они не были голодными. И, скажем так, через год, чтобы они утащили тебя за самой, чтобы полакомиться. Ну, такое вот, да, нормально. Прикольная традиция, общая для вот всех, кто отмечает День голодных духов. Они пекут огромные торты в виде красных черепах. И называются эти торты ангку. Символ удачи, процветания. Их приносят в храмы. На них пишут имена. Причем имена своими, имена родственников, имена компаний, в которых они работают. Какие-то пожелания. Потом монахи там совершают все свои необходимые ритуалы с этими тортами. И либо отдают обратно тем, кто их принес. И там уже история как бы умалчивает. Есть несколько вариантов. Либо ты несешь его домой, и что ты с ним делаешь. Но его, правда, никто не ест обычно. Либо раздают просто на улицах. То есть какое-то всеобщее пиршество устраивают с этими красными черепашими тортами. Либо просто утилизируют, потому что это исключительно номинальная какая-то вот такая пища. Она не готовится для употребления, ну, дома, по крайней мере. Буддисты иногда в своих ритуалах проводят церемонии, которые должны избавить призраков от страданий. Днем, ночью, тут неважно. Ну, просто в зависимости от того, кто как предпочитает встречать духов. Кто-то говорит, например, что они только с заходом солнца могут выйти. Строят алтари для умерших, да, одинаково какие-то выполняют ритуалы с призывом призраков и успокоением их. Могут подбрасывать рис, могут подбрасывать продукты питания в воздух, как раз таки, чтобы вот раздать призракам. Вообще считается, что призраков в это время очень-очень много на улицах. И даже когда устраиваются какие-то прям огромные торжества, шоу, спектакли, концерты, первые ряды всегда пустые, потому что там сидят призраки. А вот все люди уже дальше располагаются. Потому что, в принципе, это все для призраков и делается. Конечно, это все очень богато, красиво украшено. Украшается это все, кстати, еще и пищей. В основном все блюда, которые приготовляются, используются вегетарианские. Но ты не можешь отдать духу мясо. Но, во-первых, да, опять же, это еще и частично буддистская традиция, поэтому, очевидно, нельзя. Фрукты, какие-то благовония очень активно используются. Причем, чем больше ты сожжешь благовоний, тем лучше. Их зажигают в честь духов, чтобы их где-то притянуть, где-то, наоборот, отпугнуть. Еще есть очень прикольная традиция сжигания денег, бумажных денег или выбрасывания каких-то монет. Если вы уронили монетку в это время или если вы нашли какую-то монетку или деньги, ни в коем случае нельзя их поднимать. Это не ваши деньги. Все, это деньги призраков, это их деньги, это даже деньги демонов больше. И если вы их подберете, то вы на себя, ну, по сути, накликаете, наведете смуту, беду. Короче, все, вы в жопе. Такие дела. Такой вот итог. А деньги сжигаются иногда настоящие, иногда фиктивные. Ну, то есть можно прийти в магазин приколов, купить пачку ненастоящих денег и потом пойти на праздник их сжигать. Да, нормально, призраки поверят. Призраки уже привыкли, я думаю. Это все помогает духам, это все их как бы задабривает, это все обогащает их существование по ту сторону. И они должны вот им как бы их умилостивить и живым дать благополучие. У соседей китайцев и японцев тоже есть похожий праздник. Называется он Абон и отмечается в августе. Ну, то есть, да, это такой вот переходный тоже момент. Август, октябрь. То есть, как будто бы всегда вот эти вот месяца, они между собой связаны, да, август, сентябрь, октябрь. И в основном это тихий праздник. Японцы тише намного, чем китайцы. Они просто собираются где-то у себя дома, они зажигают фонари, они выпускают воздушных змеев, они зажигают ритуальные поминальные костры. Причем это может быть как на улицах города, так и где-то за городом, возле домов. Духов пытаются провести, указывают им путь либо к дому, либо от дома. Ну, опять же, да, в зависимости от того, что мы хотим сделать. Бумажные фонарики зажигают, отпускают либо в небо, либо по воде. Танцуют, пиршествуют и тоже пытаются, да, успокоить предков. Но опять же, учитывая, что у японцев традиции намного спокойнее и тише, там нет вот этих прям каких-то карнавальных торжеств. Конечно, они сейчас приходят именно как Хэллоуин туда, но именно вот Абон, он очень такой прям, ну прям тихий. Тихий семейный праздник. Ну это вот именно, знаете, день, ну, поминовения. Когда вы собираетесь и просто вспоминаете своих предков. И, да, что-то вот им, память о них что-то делаете такое значимое. А что у славян? А что у нас там было такого? Давайте разберемся. Ой, сколько я спекуляций увидела, пока искала информацию. Все сразу везде, просто все источники такие. У нас была Велесова ночь. У нас тоже есть свой Хэллоуин. У нас тоже наряжались. У нас тоже жгли костры. У нас тоже делали маски. Надевали их. Просто все, все то же самое. Типа, знаете, буквально. Даже тыквы тоже у нас были. У нас все было. Все традиции, которые были там, у Хэллоуина, у нас они тоже были еще и даже раньше. Мне кажется, сейчас вообще все, все названия, которые связаны с именем Велеса, ну, сразу можно уже понимать, что, а, все понятно. Че там? Велесова книга? До свидания. Велесова ночь? До свидания. Это все фанфики, конечно. Это все фальсификация середины 20 века. Полностью слизано все с Хэллоуина и не имеет ничего общего именно с нашими предками. Однако у нас были некоторые традиции и есть до сих пор, это уже христианские традиции, которые мы можем действительно соотносить с вот такой ритуальной частью поминовения, поминания умерших и связи духов и живых людей. Если мы говорим про христианские праздники, то это Пятидесятница, День Святой Троицы. Тоже у нас нет фиксированной даты. Отмечается на 50-й день после Пасхи. И это один из главных таких праздников у славян. Связан, разумеется, с этот опоминальный такой мощный день. Проводятся службы, литургии, вечерние. Прославляют сошествие Святого Духа. Если же нам все-таки очень хочется прям вот понаряжаться и поплясать, и провести очень весело время, то мы здесь должны вспомнить Калиду. Да, это зимнее солнцестояние, но, по сути, именно смыслово очень похоже на то, что происходит, вернее, происходило на Самайн. Все-таки, да, языческие праздники давайте будем связывать с языческими праздниками, а не с христианскими. Тоже были какие-то хороводы, песнопения, переодевания, как раз-таки даже представителей темных сил, попрошайничества, коколятки, которые мы все знаем хорошо. Это же то же самое, что сейчас на Хэллоуин происходит trick-or-tree. Гадость или сладость, конфеты или жизнь. Вот это все пошло, по сути, все переплетено. И гадания, которые происходят в период Сочельника, они тоже проводились на Самайн и на Суженого-Ряженого, и на Самайн тоже делали какие-то ритуалы и гадания. Короче, пересечений много. И опять же, я, как уже упоминала, кельты были на территории Руси. Вот у нас они тут были, засветились. И мы у них засветились. Поэтому ничего не исключаем. Вот. Ну, давайте, пора переходить к какой-нибудь любопытной жестие. Ну, как жестие? Ну, там попозже сейчас будет жесть, но пока что просто непривычные нам ритуалы. В Боливии 9 ноября каждого года отмечается праздник Fiesta de las Natitas. Возможно, я произнеслась, чувствую, максимально неправильно. Я прошу прощения. В общем-то, это тоже тот самый День мертвых. Это тот самый Хэллоуин, просто вот на Боливийский. Боливийский. Короче, вот на Лад Боливии. Прошу прощения. Где-то я умна, где-то не до конца. Ну, бывает, бывает. Короче, что происходит? Центральное кладбище 9 ноября в Ла-Пасе превращается в такую демонстрацию, в концертную площадку, если можно так сказать, человеческих черепов. Их достают. Их как бы не то, чтобы погребали. Их хранят. Их прям держат у себя дома. Праздник находится, короче, на стыке чего-то околоязыческого, такого древнего и католического. Но все традиции сосредотачиваются вокруг черепа. Черепа моют. Черепа украшают цветами. Их могут даже как-то разрисовывать. Им приносят что-нибудь вкусненькое. Делают подношение. Самое прикольное, это когда им засовывают сигареты в зубы. Зависит просто от того, что любил этот череп при жизни. Если он любил, да, курил, ну, разумеется, ему нужно сигару сунуть в рот. Если он обожал пить, там, не знаю, текилу или какие-то такие напитки, то ставили рядом бутылки. Если, да, это там, не знаю, женщины любили краситься, то приносили косметику, цветы. В общем, пытались максимально дать то, что было дорого этому человеку. Потом, когда уже все принесено, все надето, украшено, эти черепа торжественно проносят по улицам города, вот, чтобы все видели, чтобы все поняли. Это тоже говорит о том, что, да, вот, связь поколений, что мы помним, что предки с нами. Мы, да, они часть нашей истории, они часть нашей жизни, они никуда не ушли. И они буквально принимают участие вот в наших повседневных каких-то ритуалах. Если о черепе и скелете не заботятся, то, собственно, боливийцы говорят, что будет все очень плохо, это принесет тебе несчастье, это принесет тебе болезни, и, короче, все, хана тебе. Из более жесткого у нас есть интересная традиция вегетарианского фестиваля, который происходит в Таиланде. Ну, вернее, именно в Таиланде на острове Пхукет он достигает своего самого жесткого апогея. Вообще праздник достаточно проходит невинно. И случается это все, когда, разумеется, в сентябре-октябре. Это, короче, фестиваль в честь девяти даосских богов. Вегетарианский фестиваль. Он вообще отмечается по всей Юго-Восточной Азии, но именно вот, как я уже сказала, именно в Пхукете там происходит трэш. Прям трэш. Они практикуют селл-харм. Никому не рекомендуем, рекомендуем этим даже не заниматься. Если вы этим занимаетесь, обратитесь, пожалуйста, за помощью. Это не ок, это очко. Ну, либо вы, не знаю, таяц, житель Пхукета. Но только тогда. Ну и то, знаете, есть вопросики. Что происходит? Они себя протыкают. Они прокалывают себя просто самыми разными какими-то штуками острыми. Я говорю штуками, потому что там могло быть что угодно. Я таких фотографий насмотрелась. Просто жесть. Я не знаю, если вам будет интересно, зайдите в телеграм-канал Дом Солнца, Любовь Леднева, и дайте мне знать. Я принесу вам эти фотографии, того, что они в себя пихают. Там были диски от колес машинных, которые вот были специально заточены, и они их себе прокалывали, вставляли в щеки, я не знаю, там где-то в грудь, ну именно в кожу. Сколько они мечей себе в щеки суют, это вообще кошмар. Сколько игл в губы вот это вот пихают туда. Там жопа, там прям, о господи, сколько вам что, мало дыр, которые у вас и так есть? Успокойтесь, пожалуйста, хватит. Раньше это было всё, конечно, суперопасно. Это была дизентерия, это были случаи заражения крови, это были случаи, в принципе, опасного протыкания себя до потери в крови сознания и в итоге жизни. Но сейчас там везде уже присутствуют врачи, следят за этим безобразием и контролируют ситуацию. Ну и в целом, типа, там есть уже мастера. Типа, я тебя так проколю, так проткну тебя мечом, что ты даже ничего не заметишь. Комарик укусит, и всё. Следующий любопытный праздник тоже, да, связан вот с ритуалами почитания мёртвых, и это у нас Мадагаскар. Называется это Фама Дихана. Здесь у нас максимально нет никакой даты, потому что её выбирает либо какой-нибудь знахарь, либо астролог. И выбирается это персонально для каждой семьи. Ну то есть это не так, что один день на всех, нет. Зависит это просто от того, иногда, когда, кто умер. Но иногда бывают, редко, но метко, бывают какие-то общие дни. Обычно это среда в период сухого зимнего сезона. Где-то зимнего сезона с июня по октябрь. Опять же, да? Ну как-то те же самые даты, вот те же месяца. И очень важно, чтобы до вот этого момента прошёл, короче, как минимум год с последнего захоронения, чтобы тело высохло. Что значит с последнего захоронения, да? А то и значит, их достают из своих гробов, их достают из могил вот в этот день на эту вот Фома Дихану. Их достают, их переодевают, пеленают. Ну как бы там прям саван не снимают, но вот верхние какие-то покрывала их меняют. Там просто тоже безумные торжества, безумные танцы, пляски. Их переносят в новые места. И более того, их проносят по всему городу. Их прям подбрасывают. Это так и называется. Ну, встряхнуть мертвеца. Ты что-то залежался, надо его встряхнуть. Тоже говорит про связь, да, предков там и семьей, о том, что предки все еще с нами, и вот как бы они тут. Много тоже там интересных традиций о том, что нужно сделать, какие угощения подавать. Там прям дискотека какая-то в соседнем селе устраивается, колонки выносятся на улицу, все танцуют, все поют, жертвуются деньги. Ну, короче, вот такие вот приколы у Мадагаскара. Ну, и мы подобрались к самому яркому, на мой взгляд. И, наверное, здесь одному из самых важных праздников. Я его специально оставила напоследок. Он распространен очень много где. Далеко не только там, где он, наверное, появился. Но история у него любопытная. Мы, конечно, в Ацтеков тоже отдельным как-нибудь сезонным полезем, но сейчас немножко заглянем. Итак, День мертвых. Мексиканский День мертвых. Тот самый, просто. Когда устраиваются безумные какие-то ярчайшие карнавалы. Когда разрисовываются лица черепами. Когда на кладбище просто лютая тусовка. Кто смотрел Тайну Коко, тот понимает, о чем я говорю. Один в один. Это то самое. Правда, традиция карнавала на День мертвых очень недавно появилась. Ее не было. Она заимствована у фильма про Джеймса Бонда. Вот когда Джеймса Бонда показали, что в Мексике, в Мехико проходит вот такой огромный карнавал и все наряженные, все какие-то постаменты делают. Вот тогда мексиканцы такие блин, мы как-то, знаете, страна третьего мира, у нас денег не очень много, а заработать хочется. А если мы его сейчас устроим этот праздник реально, к нам просто толпа туристов поедет, полетит, поплывет, придет. Короче, будут здесь все. И они начали это делать. Они позаимствовали у фильма вот эту традицию. И она прижилась. И прижилась так активно, что сейчас уже, наверное, никто и не вспомнит, что это художественный был вымысел. И это так гармонично выглядит, что мама дорогая. Но все не так однозначно, потому что вот этот День мертвых, да, он связан со многими классными историями. И это очень многогранный праздник, очень многогранная традиция, которая складывалась долгое время и складывалась из самых разных кусочков. То есть, да, вот как и с этим карнавалом, который появился только вот в 21 веке, и раньше его не было, так и постепенно на этот праздник наслаивались какие-то новые приколдесы, будем их называть так. Принято считать, что вообще День мертвых даже древнее, чем Самайн. Типа вот прям две с половиной, три тысячи лет назад он уже был. И это нормально, опять же, потому что у нас есть связь с индейцами и, соответственно, да, с ацтеками. Сейчас, дай Боже, все Божию, которые только могут, мне сил выговорить эти имена, потому что, конечно, к шумерским и скандинавским я уже привыкла, но вот эти я еще не тренировалась произносить, и сейчас будет, может быть, просто эпик фейл. Итак, корни растут из ацтекского культа смерти. Там тоже несколько миров, связанных с умершими, и вот в одном из них, скажем так, вот сидят двое, парочка. Ацтекский бог загробного мира, который изображается как окровавленный череп, скелет, да, вот, и обязательно у него должны быть тоже окровавленные зубы. И зовут его Миктланты Кутли. Не надо вам знать, с какого раза я только смогла это произнести. Но более того, сейчас будет еще одно, просто, еще одно испытание, потому что у него была жена, Миктланты Суатль. О, я справилась, отлично. Ее изображали как, ну, женщину с черепом вместо головы. И вообще она была, ну, прям, круто, очень безобразная. Я видела эти изображения. Это довольно, прям, неприятно. Вот именно оттуда это все и пошло. Приносились, конечно же, вот этим товарищам самые разные жертвы. И если кто-то смотрел фильм «Апокалипсис», как раз-таки про ацтеков, про, да, культуры разные, про майя, про индейцев, короче, вот, ну, все там смешалось, могли заметить, там очень любопытное жертвоприношение. Когда человека покрывали синей-голубой краской, а потом раскрывали, да, вот как бы разрезали ему грудь, засовывали туда руки, копались там, что-то там выбирали, что-то лишнее, наверное, мусор какой-то находили, потом оттуда доставали сердце, да, вот это вот в крови окровавленное. Возможно, человек был еще в этот момент жив, но, надеюсь, что нет. И это были жертвы в честь вот этих двух богов, для того, чтобы их задобрить и для того, чтобы мертвые не хлынули потоком в мир живых. Это было давно, больше так мы не делаем, это небезопасно, только поэтому, конечно. Вот, поэтому, да, но с этим культом именно вот Миктлан-Сиуадль связан другой, другая традиция. Это традиция изображения Катерины Муэрте. Это вот женщина, которая очень распространенно имеет на самом деле какой-то вот культ. Та самая женщина, да, с черепом, именно как маской черепа, ну вообще, на самом деле, у нее просто череп на лице, платье или в каком-нибудь балахоне, в одеянии Девы Марии. Короче, образ тоже на стыке, знаете, язычества и католичества. Является она на самом деле просто какой-то вот фулигарной женщиной, не самой приятной в общении. Буквально Катрина переводится как Щеголиха. Это мексиканский сленг. Вот. Изначально, как вообще, откуда она взялась? Родился этот образ у мексиканского художника Хосе Гуадалупе Пасада. В 1913 году он опубликовал гравюру «Ла калавера гарбанцера». Вульгарный череп. И вот это калавера, оно вот везде используется, это череп. Вот эти калаверы, они везде там, просто повсеместно. Изображение было достаточно, знаете, такое, ну, неплохое. Это был череп в элегантной женской шляпке. И она вся такая вот изысканная, одета по европейской моде, вот с пудрой на лице, на черепе, выбеленная, да, такая. И это настолько всем полюбилось, настолько это зашло, настолько это была такая карикатурная, какая-то, не знаю, какой-то карикатурный шарш на моду вот того времени, да, это мода именно на европейскость вот такую, изысканность, которой в Мексике места не было. Это, ну, маргинальная страна вся по себе сама. И тут вот эти вот щеголихи появились, вот там появилось ее имя. Распространение сама вот это вот Ла Калавера Гарбанцера получила уже в 47-м году, когда Диего Ривера, тот самый, который был связан немножко, да, с Фридой, нарисовал фреску сон на воскресном дне в парке Аламеда Сентраль. Там он и Фриду, кстати, изобразил, и там у скелет в длинном платье, и рядом с ней самого, да, создателя этой дамы, то есть Хосе. И назвал он эту женщину, собственно, Ла Катрина, щеголиха, та самая. И вот с тех пор ее зовут Катрина, с тех пор все одеваются этой Катриной на День Мертвых. Начинают ей поклоняться просто. Там, короче, очень много символов, очень много каких-то культов, культ смерти, культ мертвых. Ну, в принципе, да, Ла Муэрте смерти поклоняются как святой, как богиня, и это очень хорошо стыкуется и сочетается с какими-то католическими верованиями. Прямо нормально. Там у них это нормально. Так вот, к чему это я все говорю? К тому, что эта Ла Катрина имеет корни вот той самой Миктлан-Сиуатль. В 20 веке та переродилась, обрела платье и перестала быть такой ужасной, мерзкой, кровожадной. Точно так же, как и в Боливии принято украшать какие-то, да, ну, могилы своих предков, своих родственников тем, что они любили, приносить им там угощения, выпивку. Очень важная классная традиция это посыпать дорожку лепестками бархатцев для того, чтобы мертвые смогли по этим бархатцам куда-то, да, либо прийти, либо, опять же, обратно уйти, когда им это будет необходимо. Тоже границы стираются, мертвые среди живых, можно с ними пообщаться, и это абсолютно веселый праздник, несмотря на то, что, да, это день почитания мертвых. И даже если у тебя где-то вот совсем недавно умер близкий человек, ты не будешь плакать. Это день, когда все смеются, день, когда все улыбаются, день, когда все являются одной большой семьей, поддерживают друг друга. Очень классная традиция, что на второй день этого праздника все идут на кладбище, все туда едут, и там происходит торжество. Просто ящики пива, текилу туда везутся, там играет музыка, все танцуют, все поют, все вспоминают что-то, все друг друга угощают. И это так на самом деле светло и обнадеживающе. Это так приятно. Вот у меня, честно скажу, у меня есть мечта побывать на этом празднике, на Дне мертвых. Я очень хочу это увидеть воочию, я очень хочу этим проникнуться, и мне нравится такое отношение к смерти, потому что она везде, потому что ее не избежать, и трястись, бояться, это странно. Мы же не трясемся и не боимся того, что пойдет дождь, а он пойдет рано или поздно. Мы же не боимся того, что, не знаю, каких-то обыденных вещей, которые, очевидно, произойдут. Типа там, о господи, мне так страшно, я пойду в школу однажды, это ужасно, я этого не хочу. Для детей понятно, что это вообще немножко по-другому, но какие-то вещи, которые объективно являются частью жизни, как сходить за хлебом, по сути. Но ты это сделаешь рано или поздно, или как человек, который боится заболеть. Да ты заболеешь однажды, и бояться этого не надо, надо просто быть к этому подготовленным. Мексиканская традиция показывать смерть каждый день и говорить, что она всегда рядом с тобой, что ты от нее можешь никуда не деться, так ты к этому привыкаешь, и ты этого в итоге не боишься, и это так здорово, и это так легко. Да, мне нравится. В общем, вот такой вот у нас получился спецвыпуск, интересный, любопытный. Там, конечно, было намного больше у меня где-то в голове, в планах, в исследовании моем, да, этих традиций, разных культур. Намного было больше стран, каких-то национальных ритуалов и традиций, но я выбирала самые такие любопытные, самые яркие и самые, ну, впечатляющие. Это был подкаст «Омерзительная мифология» и теперь точно, наверное, или не точно, короче, увидимся, услышимся, может быть, в следующем сезоне, может быть, раньше. Кто знает, кто знает, но точно вернемся. Хорошего дня, пока-пока.